Качество строительства на контроле. Минск-Волд – знаковый объект, который изменил облик столицы. Сюда приехали тысячи семей. Застройщик комплекса следит за тем, чтобы все ожидания от современного комплекса оправдались у жителей. Поэтому контроль за подрядными строительными организациями ужесточили. У новоселов появились новые каналы связи с компанией, чтобы получать оперативные отзывы и возможные жалобы. Качество на первом месте. Минск-Волд – крупнейший строительный проект. Возволят быстро и много. Только в 2023 году в эксплуатацию сдано более 7600 квартир. У стольких семей появилось свое жилье. Вопросы качества строительства у застройщика в приоритете. На совещание со всеми подрядчиками и поставщиками обсудили новые условия. Те, кто не устраняет замечания клиентов, в комплексе работать не будут. Мы провели реорганизацию наших подразделений, отвечающих за устранение недостатков. Усилили нашу службу гарантийного ремонта. Ко всем подрядчикам предоставлены требования о повышении качества выполняемых работ и об усилении их ответственности за несвоевременное устранение этих замечаний. Ответственность вплоть до расторжения договоров. Анализ обращений жителей показал, что больше всего нареканий на стеклопакеты, а именно сколы и брак в установке. 9 из 9 жалоб на это. В общем, объеме. И их немного, так как только в прошлом году в Минск Уоррлд установили 150 тысяч стеклопакетов. Для усиления работы отдела гарантийного ремонта и улучшения качества всех замечаний по устранению у нас продлен у инженеров и у рабочих рабочий день до 9 часов вечера и 6-дневная рабочая неделя включена. То есть нам позволяет это в большем уже количестве замечаний эти закрывать. Также вновь в отзимных домах, когда дольщики принимают свои объекты, они записывают замечания в бланке по заявлениям по гарантийному ремонту. Сейчас мы немножко усовершенствовали нашу работу. Теперь каждому дольщику после заявления написанного будет приходить смс с уведомлением о том, что заявка принята в работу. Предпринимаются и другие меры. Создан контакт-центр. В каждом новом доме чат застройщикам, чтобы все вопросы решать оперативно. Из 110 замечаний, которые поступили в администрацию района, 90 уже решены и исправлены. Теперь обратная связь с заявителями занимает не более двух суток. В каждой из жалоб разбираются. Подтверждаются не все. Речь о потребительском экстремизме. Но когда ситуация объективна, меры предпринимают оперативно. Касается и сроков строительства. Идут переговоры о поставках в комплекс современных лифтов из новой линейки белорусского производителя, который по ряду параметров превосходит иностранных конкурентов. Нами было создано целое подразделение по гарантийному ремонту. И на сегодняшний день мы, получая рекламации, замечания и заявления от граждан, отреагировали очень активно. Значит, пересмотрели полностью всю структуру. Усилили ее на сегодняшний день отделом качества. То есть объединили это в единую систему. Четко и регламентированно ведется учет всех обращений граждан, как бы они ни обращались. Это могут быть электронные обращения, письменные обращения, обращения в книгу жалоб. По короткому номеру, по 115. Минск Уорлд активно строится, как жилье, так и коммерческие, и общественные помещения. Международный финансовый центр и торговый центр «Авиамол». Один из его входов будет интегрирован с новой станцией метро «Аэродромная». Открытие скоро. Концепция 15-минутного города – это не только доступность инфраструктуры, но и качество всех услуг. Алексей Кряквин, Тимофей Беляев, ОНТ.